Внимание, внимание! Внимание, дорогие друзья, говорит и показывает Ростов-на-Дону, говорит и показывает трасса картодрома Лемар. Мы продолжаем первый день официальных соревнований 53-го чемпионата России, первенства России Академии Российской Автомобильной Федерации по картингу на втором этапе сезона 2016 года. По расписанию дня после торжественной церемонии открытия соревнований, после часового перерыва мы начинаем серию отборочных заездов. Но в начале у нас состоится первый финальный заезд в классе микро. Шесть кругов должны будут преодолеть самые юные участники наших соревнований. Еще раз напоминаю вам, что в эти дни в классе микро заявлено 20 пилотов. Среди них Дмитрий Матвеев из Новосибирска, Михаил Водяник из Ростова-на-Дону, Федор Ханжин из Дмитрова, Георгий Микитюк из Ростова-на-Дону, Даниил Васильев из Санкт-Петербурга, Александр Куницын из Одинцова, Максим Шашенко из Юбилейного, Максимилиан Попов из города Сочи, Марк Маклаков из Москвы, Андрей Некандоров из Санкт-Петербурга, Сергей Лунин из Армавира, Николай Проценко из Москвы, Егор Проскурин из Тольятти, Константин Крапин из города Фрязино, Герасим Скуланов из Братовщины, Олег Нудьга из Краснодара, Владислав Ефимов представляет город Воронеж, Герман Фатеев Екатеринбург, Платон Костин Москву и Тимур Ерманов представляет наших соревнований в классе микро город Воронеж. Итак, последние приготовления перед стартом первого финального заезда в классе микро. На экранах ваших мониторов, да, кстати, хочу напомнить вам, что прямая трансляция, онлайн-трансляция ведется на сайте kartingrf.ru и съемку соревнований проводят специалисты компании HD Extreme, комментатор соревнований Сергей Питерцев, город Тольятти. Итак, из накопителя сейчас выезжают участники первого финального заезда, самые юные участники наших соревнований. Итак, Дмитрий Матвеев, стартовый номер 4, город Новосибирск. Герасим Скуланов будет стартовать со второй позиции под номером 77. Максимилиан Попов из города Сочи стартует с третьей позиции под номером 33. Вслед за ним Егор Проскурин из Тольятти, стартовый номер 63. Ну что же, хороший номер, это 63-й регион Самарской области. Герман Фатеев, стартовый номер 90, город Екатеринбург. Максим Шашенко, город Юбилейный, стартовый номер 31. На седьмой позиции стартовый Владислав Ефимов под номером 81, город Воронеж. На восьмой позиции Георгий Микитюк из Ростова-на-Дону, 17-й номер. Марк Маклаков из Москвы под 35-м номером стартует с девятой позиции. Николай Проценко под номером 57 стартует с десятой позиции. Это первая десятка, а далее у нас с 11-й позиции Михаил Водяник, 12-й номер, Ростов-на-Дону. С 12-й позиции под 43-м номером Андрей Никандров, Санкт-Петербург. Его земляк Даниил Васильев стартует под 19-м номером. На 14-й позиции под номером 45 Сергей Лунин из Армавира. На 15-й Александр Куницын из города Одинцова, 25-й номер. Платон Костин из Москвы стартует под номером 97. Олег Нудьга из Краснодара под номером 80-м стартует с 17-й позиции. Вслед за ним Тимур Ерманов из Воронежа под номером 99. На 19-й позиции Федор Ханжин из Дмитрова, стартовый номер 13. И Константин Крапин из Фрязина стартует с 20-й позиции под номером 69. Последние приготовления перед стартом. Последние волнения. Механики готовят пилотов. Дают последние наставления и указания юным спортсменам. Еще раз напоминаю вам, дистанция первого финального заезда в классе микро 6 кругов. Итак, внимание. С места в карьер рванули у нас участники соревнований. Наши микрики, будущее отечественного картинга. Кое-кто из них делает первые шаги в автоспорте. Кто-то уже имеет солидный опыт. И самое главное, что уже практически готов перебраться в старший класс картинга. Но пока мы наблюдаем с вами борьбу на первом круге дистанции. Первый финальный заезд. Это волнительно, тревожно с одной стороны. С другой это большой праздник. Именно эта тема и, в принципе, была основной конвой торжественной церемонии открытия соревнований. Это праздник. Тем более, что соревнования на ростовской земле проводятся в канун Дня Великой Победы. Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Разумеется, настроение приподнятое. Кто-то сейчас у нас из спортсменов на первом круге уже побывал. В зеленой ловушке, на травяном газончике. Но, тем не менее, лидеры продолжают поступательное движение. Активно работают на зеленой бровке наши фотокорреспонденты. И это тоже приятно, потому что все будет отражено в фотографиях, в печатных материалах. Разумеется, в электронных средствах массовой информации. Это здорово. Это здорово. И каждый из юных спортсменов это осознает. Таким образом, дамы и господа, на первой позиции у нас Герасим Скуланов. Да-да-да, дамы и господа. Герасим Скуланов, стартовый номер 77, город Братовщина, на позиции лидера. 44 сотых секунды ему уступает господин Попов. Что тут поделаешь? Но самое главное, что Максимилиан, представитель города Сочи, Максимилиан Попов, конечно же, постарается сделать все возможное, чтобы настичь своего соперника, лидера заезда. И только что мы с вами наблюдали крупным планом вылет в зеленый газон. Ну, надо возвращаться или покидать свой четырехколесный болид, скажем так. 77 номер, 77 номер, Герасим Скуланов, город Братовщина. Вот он сейчас крупным планом на ваших мониторах, дорогие друзья. Он лидер заезда, уверенно пилотирует свой карт. И, конечно же, постарается сделать все возможное, чтобы не подпускать себе на позицию атаку ближайшего соперника. Первый финальный заезд. И мы провожаем лидера, его преследователей, на третий зачетный круг заезда. Быстро, стремительно тает время. И вот он, преследователь, основной соперник нашего Герасима, 33 номер, Максимилиан Попов. Обратите внимание, как спокойно и уверенно управляет он своим картам. Поэтому, я думаю, что не за горами тот самый момент, когда Герасиму придется защищаться от атак Максимилиана. Совсем юные мальчишки, но уже прекрасно разбирающиеся в автоспорте, знающие и теоретическую, и практическую часть картинга. 90-й номер, дорогие друзья, это никто иной, как Герман Фатеев из Екатеринбурга. Кстати, среди фаворитов Дмитрий Матвеев, Георгий Микитюк, Даниил Васильев, Марк Маклаков. Это, конечно же, элита класса микро, можно так сказать. Кстати, в классе микро на первом этапе, который состоялся в начале апреля в Усть-Лобинске, на трассе пилот отличился сибиряк Дмитрий Матвеев, набравший 82 очка. А в тройке лидеров питерский пилот Даниил Васильев, набравший 62 очка. И Герасим Скуланов из Братовщины, 57 очков. И всего лишь 3 очка уступает пока Герасиму после первого этапа Георгий Микитюк из Ростова-на-Дону. Так что конкуренция в этом классе очень серьезная. Остается только лишь пожелать удачи спортсменам. На четвертом круге участники первого финального заезда в классе микро. Скуланов, Попов, Матвеев, Фатеев, Шашенко, Крапин, Микитюк, Васильев, Проскурин, Костин, Ефимов. Вот так у нас выглядит группа лидеров в этом заезде. Четвертый номер только что был на ваших экранах. Это Дмитрий Матвеев из Новосибирска. Тот самый Дима Матвеев, который в Усть-Лобинске на первом этапе одержал уверенную победу. Кстати, именно Дмитрий Матвеев показал лучшее время на третьем круге. 1 минута 22,86 секунды. И 1 минута 22,86 секунды. А это лидер, лидер заезда Герасим Скуланов, братовщина. Уверенно возглавляет он заезд. И, похоже, даже скоростные участки не позволяют приблизиться к нему сопернику. А это, конечно же, уже известный нам всем Максимилиан Попов, представитель города Сочи. Все внимание на дистанцию, все внимание на трассу. Кстати, за вторую позицию свою Максимилиан может уже и беспокоиться. Потому что Дмитрий Матвеев, показавший блестящее время на третьем круге, вплотную приближается к идущему на второй позиции Попову. Герасим Скуланов. Лидер заезда. Всего лишь 0,7 секунды уступает ему Попов, Максимилиан Попов. На третьей позиции Дмитрий Матвеев. Составанием чуть больше, чем секунда. Ну а дальше Фатеев, Шашенко, Крапин, Васильев, Микитюк, Проскурин, Костин, Ефимов, Никандров. Вот сейчас нас ожидают интереснейшие разборки, потрясающий дуэль. Кстати, обратили внимание? На вторую позицию перемещается Дмитрий Матвеев, который сумел обойти Максимилиана Попова. И он мчится в погоне, оглядывается, между прочим. А это Митя. Дмитрий Матвеев вновь показал лучшее время круга. На четвертом круге он промчался за минуту 22,36 секунды. Минута 22,36 секунды. Отличные показатели. Так что мы еще с вами посмотрим, не случится ли у нас результативной атаки на финишном круге. А пока это пятый предпоследний круг заезда. Смотрите, какая атака! Максимилиан Попов едва-едва не пропустил вперед 90-го номера. А это у нас никто иной, как Герман Фатеев, пилот из Екатеринбурга. Итак, мы провожаем лидеров на финишный шестой круг первого финального заезда. Скуланов, Матвеев, Попов, Фатеев, Шашенко, Крапин с оставанием почти 8 секунд от лидера. Ну что же, первая шестерка у нас уже определилась и мчится на финишном круге. Дальше за Крапиным, Проскурин, Костин, Ефимов, Никандров с оставанием почти в 21 секунду. Микитюк, 23,17 отставания от лидера заезда. И все-таки, 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 смотрите, не прекращает давление на позицию Максимилиана Попова 90-й номер Герман Фатеев, занимая выжидательную позицию. Итак, мы ждем лидера, мы ждем лидера на финишной прямой. Пока Максимилиан удерживается, удерживается впереди Германа Фатеева, но тот в любой момент может выстрелить и прорваться вперед. Опасная ситуация для Максимилиана. Вот, пожалуйста, ошибка в пилотировании и по внутреннему радиусу прекрасно рвался вперед Герман Фатеев, но тут же перекрещивает траекторию Максимилиан и выходит из этой борьбы лидером. А у нас финиширует лидер заезда, финиширует головка Пелетона. Мы поздравляем с победой Герасима Скуланова, который показал отличное время, но прежде всего показал отличную манеру и стиль пилотирования в первом финальном заезде. Поздравляем, поздравляем пилота из Братовщины, Герасим Скуланов. Отличный результат, поздравляем его с победой. Итак, первый финальный заезд, первая финальная гонка в классе микро завершилась. Прошла она результативно, слава богу, никто особенно не пострадал. Были вылеты, конечно же, в зеленый газон. Но самое главное, что борьба велась очень чисто, без каких-то жестких столкновений и принципиальных разборок на дистанции. Ну а сейчас по расписанию дня нас ожидают отборочные заезды в старших классах. В классе мини, КФ юниор, супер мини, КФ. И, конечно же, посмотрим мы сегодня и на класс КЗ-2. Кстати, второй финальный заезд в классе микро по расписанию должен начаться в 16 часов 40 минут. И уже в 17.20 состоится утешительный заезд для представителей класса мини. В самом массовом зачетном классе наших соревнований. Итак, на ваших мониторах результаты первого финального заезда в классе микро. Герасим Скуланов, первая позиция на финише. Вслед за ним Дмитрий Матвеев и Максимилиан Попов, который финишировал третьим. На четвертой позиции Герман Фатеев, Максим Шашенко на пятой. В шестерке Константин Крапин. На седьмой позиции финишировал Егор Проскурин. Владислав Ефимов был восьмым на финише. Андрей Никандоров девятым. Десятку лучших замкнул Георгий Микитюк. Стартовый номер 17. Георгий Микитюк из Ростова-на-Доно. Далее, одиннадцатая позиция на финише у Николая Проценко. Александр Куницын на двенадцатой позиции. Даниил Васильев, Михаил Водяник, Сергей Лунин, Олег Нудьга, Федор Ханжин, Тимур Ерманов, Платон Костин с отставанием в круг от победителя заезда. И, к сожалению, не добрался до финиша Марк Маколаков. Стартовый номер 35. Дорогие друзья, поздравляем участников и, прежде всего, призеров и победителя этого заезда. А у нас ведется в накопителе подготовка отборочного заезда БЦ в классе мини. Готовимся! Продолжение следует... 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 Последние наставления, последние предупреждения И готовимся, готовимся к старту Я считаю весьма и весьма боевого Эти мальчишки уже прошли хорошую школу картинга Выступая в свое время в классе микро И вот сейчас, набравшись опыта, имея уже и регалии И достаточный запас мастерства Они способны удивить и судейскую бригаду И порадовать, разумеется, публику Я желаю всем отличного настроения Нашим зрителям, которые следят за онлайн-трансляцией На сайте karting.ru И находятся в данный момент на трибунах картодрома Лемар Так, маленькие легкие неполадочки у нас с передним бампером У одного из участников Ну что же Основательно, основательно мы готовимся к старту этого заезда Конечно, 24 участника Это всегда серьезно Это массовый заезд И очень многое в этом заезде будет зависеть от хладнокровия Самообладания и дисциплинированности Каждого из участников заезда Внимание! Команда «Заводи» и «Поехали» прозвучала И вновь нас ожидает процедура построения в колонну подвое Слава Богу, трасса все-таки немножко подсохла И, кстати, церемония открытия соревнований проходила в теплых, даже, я бы сказал, жарких лучах солнышка Просто повезло Как по заказу Именно церемонию открытия мы провели практически в летних условиях А вот теперь все с надеждой смотрят на небеса Дай Бог, чтобы у нас все-таки соревнования прошли по-сухому Не слишком-то приятно мчаться, даже пусть и на дождевой резине По скользкой и достаточно извилистой трассе картодрома Лемар Итак, вот оно построение Пилоты выстраиваются в две шеренги И мы готовимся, вновь готовимся увидеть старт Выход на стартовую прямую Внимание Поехали Ну вот сейчас вроде бы все прошло без сучка и задоринки Поэтому начинаем Начинаем вот эту карусель Семикруговую И внимательно следим за борьбой Практически на всем протяжении Пелетона Уже сейчас начинается целая череда обгонов, скоростных маневров И лидеры, лидеры устремляются вперед Борьба за первую позицию Вот как интересно Глеб Максюта, пилот из Краснодара Преследует лидера заезда Владислава Забудько из Москвы Владислав сейчас на позиции лидера И уже сейчас старается прорваться вперед Глеб Максюта Смотрим Есть обгон Красивый, спокойный Посмотрим, что будет дальше, конечно Но пока Без каких-то проблем Прорывается вперед на позицию лидера Восьмой номер Глеб Максюта Лидер заезда На втором круге участники заезда Практически почти на секунду Максюта Опережает Забудько Владислав Забудько на второй позиции Суворов на третий Волосянкин на четвертой Пятерку сильнейших замыкает Генрих Дюков С отставанием почти в две с половиной секунды от лидера Что будет дальше, пока неизвестно Но на вторую позицию Сейчас Претендует Претендует Кроме, разумеется Тридцать третьего номера Владислава Забудько Еще и двадцать первый номер А двадцать первый номер Это у нас Олег Суворов Город Москва И он практически рядом Почти на позиции атаки Но тут вперед Мчится еще и пятьдесят девятый номер Под пятьдесят девятым номером В наших соревнованиях принимает участие Владислав Вячеслав Волосянкин из Москвы Представитель команды Fastline Так что в группе преследователей У нас будет весьма и весьма жарко, товарищи Все внимание на лидеров Все внимание на тройку преследователей И смотрите Очень широко сейчас заходил в стартовый вираж Тридцать третий номер Владислав Забудько И вот она какая борьба Спасибо, сказал своим соперникам Пятьдесят девятый номер Вячеслав Волосянкин И устремляется вслед за лидером заезда Уже со второй позиции Ну вот Своими руками практически подарили Вторую позицию Волосянкину И Олег Суворов И конечно же Владислав Забудько Борьба-то не прекращается Суворов у нас сейчас на третьей позиции Забудько на четвертой И тут же подкрался тридцатый номер Генрих Дюков Ростов-на-Дону Генрих Дюков Воспользовавшись вот этими Разборками В стане преследователей лидера Подобрался Подкрался на позицию атаки Кстати и самому Генриху Конечно Сейчас придется весьма и весьма Серьезно защищаться От атак четырнадцатого номера Тиграна Бунатяна Тигран Бунатян Город Москва Команда Ред Рейсинг Сейчас также преследует четверку Вот этих преследователей Скажем так Здесь борьба у нас только-только начинается Смотрите Какое легкое Но я думаю ощутимое столкновение Колесиками происходит Это тридцатый номер Генрих Дюков Пытался Пытался все-таки прорваться вперед И опередить Владислава Забудько Глеб Максюта Лидер заезда Стартовый номер восемь Тем временем Все дальше-дальше Отрывается от своих соперников Отрывается от своих преследователей Десятку сильнейших Конечно же Мы можем держать Во внимании Но вот сейчас Крупным планом На наших мониторах Лидер заезда Стартовый номер восемь Глеб Максюта Город Краснодар Кстати Девятнадцатый номер А это у нас Ник Тайная Как Арина Кузнецова Из Санкт-Петербурга Представительница команды Сокол Юниор Сейчас находится Под девятнадцатым номером На девятнадцатой позиции Конечно хотелось бы Чтобы девочка ускорилась Все-таки включилась В борьбу за попадание В первую десятку А там Будь что будет Но уже все меньше и меньше Времени остается до финиша На пятом круге у нас Лидеры заезда Максютова Лосянкин Суворов Бунатян Генрих Дюков Забудька Черников Куцков Каменев Элькин Цветков Плотников И Лукьянов Ну что же Здесь у нас Достаточно плотно Проходит борьба И кстати На четвертую позицию Перебирается Бунатян А Забудька Опускается На шестую позицию 73 номер Это у нас Вахонин Олег Каменев Тем временем Показывает Лучшее время Четвертого круга Олег Каменев Стартовый номер 54 Одна минута 13,02 секунды Одна минута 13,02 секунды Олег Каменев Стартовый номер 54 Город Новосибирск Один Из фаворитов Соревнований В классе мини Мы провожаем Лидера На предпоследний Шестой круг Глеб Максюта На предпоследнем Шестом круге На четырнадцатой Позиции у нас Орлов На пятнадцатой Бухарцев На шестнадцатой Никифоров Дунин На семнадцатой Позиции Вслед за ним Коронатов Кузнецова Дягилев И Вахонин Идущий на Двадцать первой Позиции Андрей Вахонин Город Москва К сожалению Вы были из борьбы Поченков Верхоландцев И Дорошенко Поэтому Уменьшено число Участников Заезда Но без этого Не обходится Особенно Такой массовый Заезд Поэтому мы Конечно же Все внимание Сейчас Обращаем На группу Лидеров На группу Преследователей Глеба Максюты Итак Дорогие друзья Дамы и господа Вот сейчас Крупным планом На ваших мониторах Двадцать первый номер Олег Суворов Олег Суворов Которого Преследует Активно Преследует Тигран Бунатян Находится он За Суворовым На дистанции Атаки Попытка прорыва Попытка прорваться Вперед По внутреннему радиусу По внутренней бровке Он все-таки Вырывается Вперед Ай красавец Ай умница Тигран Бунатян Город Москва Рэд Рейсинг Отличный маневр Долго-долго Выжидал он Этого момента И Решил Решился таки Решился таки На скоростной прорыв Молодец Умничка Итак Финишный круг Дамы и господа На седьмом Финишном круге Находятся Лидеры заезда Отборочного заезда БЦ В классе мини Глеб Максюта Город Краснодар Представитель команды Брик Тим Сейчас уверенно Возглавляет заезд Вот он мчится В гордом одиночестве Уже ничто не угрожает Глебу Он старается сделать Все грамотно Чисто Красиво Проходит траекторию В спокойной Обстановке Комфортной И мы встречаем его На финишной прямой Финиш 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 Глеб Максюта Победитель заезда Волосянкин Финиширует вторым Бунатян третьим Суворов только четвертым Генрих Дюков Замыкает пятерку Сильнейших А далее Черников Каменев Кусков Забудька Лукьянов Эльгин Плотников Цветков Вот это первая группа Которая от начала заезда И до конца Вела достаточно плотную борьбу Дамы и господа Завершился Завершился Отборочный заезд БЦ В классе Мини Замыкающие Преодолевают Последние метры Дистанции И сейчас Мы с вами Начнем подготовку Отборочного заезда БЦ В классе Каев Юниор Вот Каев Юниор Уже готовится В накопителе А я представляю вам результаты заезда Глеб Максюта Вячеслав Полосянкин Финишировал вторым Тигран Бунатян Третьим Олег Суворов Четвертым Генрих Дюков Пятым С отставанием Чуть более 7 секунд От победителя Максим Черников На шестой позиции Олег Каменев На седьмой Кирилл Куцков На восьмой На девятой позиции Финишировал Владислав Забудько И десятку лучших Замкнул Григорий Лукьянов С отставанием В 13,5 секунд На одиннадцатой позиции Добрался до финиша Ариэль Илькин Александр Плотников Финишировал двенадцатым Матвей Цветков Вслед за ним Илья Бухарцев Кирилл Никифоров Максим Орлов Илья Дунин Никита Коронатов Андрей Вахонин Арина Кузнецова Арина Кузнецова Только на двадцатой позиции Жаль Жаль Девочка всегда является Таким раздражителем Для мальчишек Поэтому конечно же В каждой своей гонке Девчонки должны доказывать Свою состоятельность В большом автоспорте И на двадцать первой позиции Завершил этот заезд Даниил Дягилев Даниил Дягилев Стартовый номер 35 Трое Как я вам уже сообщал До финиша не добрались А это суета в накопителе Это готовятся к старту Отборочного заезда БЦ Представители класса КФ Юниор Нам остается только пожелать Удачу пилотам И если все будет хорошо Быть может быть Все таки и этот заезд Пройдет без водных процедур КФ Юниор Тридцать пилотов Между прочим Заявились в наши соревнования Здесь на втором этапе Поэтому конечно же Такая массовость Только приветствуется Это просто здорово Есть в России Новое поколение Будущих звезд автоспорта Есть мальчишки Которые уже для себя решили Чем им интереснее заниматься Сидеть дома у телевизора Или упереться взором В любой современный гаджет Нет Они колесят по стране Они участвуют в серьезнейших соревнованиях Сражаются с лучшими представителями Практически всех регионов Российской Федерации Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому